Так, друзья, смотрите, у нас сегодня рабочий день, вот у меня в руках все ваши разметочки, вопросы, вот, сейчас секундочку, да, много чего и попытаемся как бы и одновременно подвести итоги и что-то, так сказать, спрогнозировать на будущее в наших встречах, возможных и занятиях. Во-первых, я от всех вас благодарю за сотрудничество, за профессиональное сотрудничество, за интересы, настоящий, за творчество, потому что, конечно, разметка – это творчество, и все вы молодцы, все вы молодцы. Я очень рад, потому что у меня полное ощущение, что я получил, благодаря вашим разметкам всем, я получил ощущение, что мы с вами реально движемся и действительно начинаем обладевать языком всем этим. Поэтому все вопросы, мои замечания сейчас, которые сейчас будут, они связаны просто с нашими совершенствами. Единственное, что мы с вами не успели, друзья, и что надо вообще, наверное, учесть в следующий раз каким-то образом, нам нужны какие-то образцы игры, да, то есть по идее я должен был бы каждого из вас попросить хотя бы два такта или четыре такта из каждой пьески, которую мы разметили, сыграть в качестве образца. Да, это все можно сделать на простом гиктофоне, на смартфоне, да, я думаю, вообще надо это придумать, как это сделать. То есть нам нужны еще и звуковые образцы, то есть мне нужно, но это уже сложный вопрос, потому что я, за другой стороны, это все возможно, да, то есть я должен услышать, как вы это делаете и немножко скорректировать это, хотя это уже, то есть сложность обратной связи у нас, благодаря такой идее, возрастает. Мы еще обсудим этот вопрос, да, то есть карандашом я вас как будто бы не только заинтересовал, в чем-то научил, так сказать, вас пользоваться карандашом, да, давайте вспомним эту французскую фразу, готов вас научить ее произносить правильно по-французски. Па-де-кре-йон, па-де-метье, да, нет карандаша, нет профессии, да, па-де-кре-йон, кто-то из вас наверняка знает, немножко французский, кто-то нет, Кре-йон это карандаш, па-де-кре-йон нет карандаша, да, па-де-метье, метье это профессия, да, ремесло, нет карандаша, нет профессии. И мы с вами уже доказываем и себе, и всему, так сказать, всем нашему профессиональному сообществу, что мы умеем это делать. Давайте я буду смотреть, прокомментирую каждую, каждую разметочку, вот так, как в том порядке, в котором она, как у меня, лежит. Ну, давайте заодно и смотреть, да, давайте заодно и смотреть, что у нас здесь, сейчас карандашик мне нужен, карандашик, да. Это Любаша Генпольский, да, это, это как бы, вот, вот это все замечательно, вот, Любаша все правильно сделала, скопировала на первой страничке мемажорной, двухколосной и подписала здесь, вот это хорошая еще инициатива, Любаша, браво, по-моему, вы единственное, кто это сделали, то есть подписали здесь эти мотивчики, I love, I love you too, I love, I love you too, то есть, когда у нас пять ноточек за такта, да, это действительно формула этого за такта, это хорошая деталь в этой разметочке. Откладываем дальше, идем дальше, тоже Любаша, вот, здесь, видите, не очень качественное, к сожалению, это, вот, максимум качества, которые здесь есть, не очень качественное. Вот здесь я не очень вижу, есть ли дополнительные лиги внутри, да, здесь я не очень вижу, какая артикуляция, это вообще у большинства из вас, сейчас мы об этом поговорим, вот, с этого места, особенно с минорного, есть вопросы по поводу того, как артикуляют воськушки, да, вот, здесь все правильно. Вот я отметил вот это, вот этим не очень понятно, здесь черточка, видите, очень неясно все. Если черточка, то правильно, но у нас здесь еще есть одна деталь, которая в моей записи слышна, я не даром давал свою запись, да, и многие из вас отреагировали на этот момент, на появление здесь мелизма. Вот это хорошо, это правильно все. Любаша, это все хорошая разметка, у всех у вас хорошие разметки, просто обращаем внимание на то, что можно было бы еще сделать, да. Вот здесь я не очень понимаю, что это такое. Ну, то есть, другим словами, к сожалению, не могу, Любаша, не могу абсолютно точно все обсудить, потому что не все вижу, но то, что я вижу, вот у меня возник вопрос, какая здесь артикуляция, да. Вот здесь я вижу точечки, вот здесь я вижу точечки, вижу, а вот здесь не вижу. Наверное, они тоже есть, да, да, есть, вон вверх, наверное, точечки, правильно, да. Лучше все, наверное, еще написать стаккату, тогда все верно. А вот здесь чуть внимательнее на записи, и потом я вас всех просил, друзья, всех просил, придумать что-то насчет мелизматики. Здесь я не вижу, есть ли мелизм, по-моему, нет. Ну, все, дальше идем, но, в принципе, все хорошо. Вот. Вот правильное обозначение пульса, друзья мои, да. Вот оно. Вот здесь у меня вопрос, Любаши. Во-первых, как связано до и с теми между собой, да. Это большинству, большинству коллег вопрос, почему. Между той, вот этой половинкой. Кстати, не обозначено, почти ни у кого не обозначено, что это Синкова. Я еще посмотрю. А это Синкова. Соответственно, вот здесь вот кружочек ослабления руки, вторая волна. И потом, конечно же, вот такая связь должна быть. И здесь почему-то нет никакого варианта, ни одного из вариантов не написано. Любаша, не вижу ни одного из вариантов катанца меризматического. Тут надо подумать, или Мордент, или очикатура, или задержание. Вот этого не хватает. Дальше. Ксения Борбутова. Так, здесь все хорошо. Ну, вот такая вот, к сожалению, вот такого качества. Есть указание пульсации, здесь есть, здесь не видно. Здесь все правильно. Здесь все правильно. Хотя, да, и здесь, наверное, точечки тоже. Только догадывались, что есть точечки вот здесь. Думаю, что да. Дальше смотрим к Синину. Вот все правильно. Указана пульсация. Так. Ну, здесь, здесь вот не совсем понятно, какая артикуляция, да. Артикуляция нам здесь не знала, сколько тисима. Здесь тоже непонятно, какая артикуляция. Друзья мои, я сразу вам говорю, да, что если вы слышали мою запись, вы должны были услышать артикуляцию, да. То есть я играю так. Так. То есть я продолжаю принцип острейшего и тишайшего стокатиссима. Это не обязательно стопроцентно так. Вы можете предложить свои варианты. Мне кажется, что так наиболее кристально и очевидно все звучит. Но, естественно, возможны и варианты артикуляции. Это все хорошо. Вот здесь непонятно, какая артикуляция. Непонятно, не видно. Есть ли точечки здесь. То есть, друзья мои, здесь, конечно, вот здесь все правильно размечено, в сене. Здесь. Здесь острейше стокатиссимо, с моей точки зрения. То есть, если мы используем принцип пространственной полифонии, то, да, здесь непонятно, что, да, в их кружочек правильно, должна быть, когда ты нутка, должна быть в этом месте. Ведь, не знаю, видите ли вы, я с трудом вижу. Да. Надеюсь, что видно. Видно, да. Вот. И вопрос. В моей записи слышно, что я здесь играю, перечеркнутый. Морденте. Это даже дело не в том, что я это играю, потому что это очень естественное место для милизма, друзья мои. Оно само по себе естественное. Сейчас, да. Очень естественное место для милизма. Потому что длинная нота относительно, она должна быть... И она, кстати, позволяет второй волне быть лучше, потому что дважды мы ее играем. Да. И тогда мы слышим хорошо вот эту вторую волну. То есть милизм здесь. И я бы предложил еще... Видите, это непростой милизм. Длинный. Все играют длинный. Длинный. Укол на первую нотку милизма, а потом мотодиммендо. Как бы инерции. Анимугар. То есть акцент их только на первой нотке морденто. Вот. Это я параллельно. Ксения тоже. Вот, Ксения, давай. Это вот хороший вариант. Да. Это хороший вариант. Вот это мне непонятно. Вот это лига мне непонятно. К чему это? То есть лига должна быть... И синкопа опять не стоит. Как и большинство вас. Вы почему-то пропустили вот эту важнейшую синкопу. Все синкопы не пропустили, но синкопы на всех уровнях, друзья, коллеги. На всех уровнях. От третьих, вторых, до половин, до половинок, иногда даже до целых. Синкопы нужно уметь ловить во всей музыке, не только в паке. И размечать. Вот эту синкопочку. Обратите на нее внимание. Так. Дальше. Ольга Дьяченко. Вот это... Ой, так сказать... Здесь размечена вот эта пицциката. И мне нравится, что здесь написано пиццикату. Да. Это, правда, тот самый вариант, который я предлагаю. Пиццикату, да. Хорошо. Здесь тоже... Вот видите, здесь я обрадовался вот этому. А здесь я опять задаю вопрос, почему длинная нотка без мелизма, хотя в записи оно есть, приложено. Вот. Кружочек правильный, но, соответственно, нужно поставить хотя бы и черточку, да. Ольга. В остальном все хорошо. Все хорошо. Вот это хорошо. Это правильно. Не все. Не все не все эту выставляют синкопу. Да. В данном случае правильно. Хорошо. Я смотрю. Все это хорошо. Так. Тоже. Ольга. Это первая страничка. Здесь хорошо. Пиццикату. Мне нравится. Да. Ольга Ещенко. Пульс не виден. Вот я думаю, что вот он здесь, этот пульс. Вот он здесь. И думаю, что правильно восьмушками. Да, Ольга? Правильно я говорю? Да. Что вот здесь вот. Пульс. Вот я вижу эту дигу. Значит, там, скорее всего, четыре восьмушечки. Правильно ведь? Правильно. Так что все верно. Просто мне не видно. Вот. Окончание. Опять же, нет указания на синкопы. Вот лига. Правильная здесь. И правильный вариант. Можно и с задержанием. Очень хорошо. Можно и с задержанием. Да. И с задержанием, и с мартендом. Можно, кстати, правильно, что можно соединять варианты. Задержание плюс мартенд. Хорошо. Ольга. Дальше. Татьяна Соломонова. Так. Смотрим. Здесь мне тоже не видно, что правильно стоит путь шестнадцатых. Вот он. Друзья мои, следите, пожалуйста, какие скрины вы делаете. Да. Вот. Здесь я понимаю, выставлю вопрос, потому что непонятно, какая артикуляция. А мотивы правильные стоят. Просто непонятно. Не предложено никакое. Предлагайте свои варианты. Не бойтесь. Все остальное. Правильно. Здесь тоже, видите, непонятно, что. Кружочек есть, но надо было поставить тенутку. Да. На фа диезе. Ну и опять не предложен мелизм. Так же, как и здесь. Просто имейте это в виду. Не бойтесь предлагать мелизмы. Вот здесь кружочки есть. Смотрите, кружочки есть. А черточки нет. Синкопа всегда сначала черточка или акцент, если в быстром темпе. Черточка, а потом уже кружочек, то есть расслабление руки. И будьте внимательны к деталям. Все остальное хорошо. Да. Если я не понимаю, правильно признакомлюсь. Сингаревская, да? Анна. Анна Сингаревская. Все хорошо. Это мне нравится. Вот эта разметочка. С указанием снятия точного очень хорошо. Вот. Здесь все верно. Здесь все верно. Пульс красиво нарисован. Пульс красиво нарисован. Все здесь красиво. Сделано. Так, смотрим дальше. Вот. Здесь плюс. Видите, тоже какие. Вот. Здесь пианиссимо. Очень хорошо. Но непонятная, но непонятная артикуляция, да? В этом сорвис-минорном эпизоде. Поэтому ставлю вопросик на будущее, да? Вот. Здесь написано трель. Ну, можно. Только какую, когда трель? Да? Сейчас давайте посмотрим, если трель. Обычно мартенка ставят сейчас. Трель – это размерки ноты. Можно, но мне кажется, что здесь слишком кудряво. В данном случае просто мартенк, мне кажется, перечеркнутый должен быть. Но то, что это место для милизма, абсолютно верно. А вот то, что не указана здесь вторая вот волна, это Анна. Это вам минус. Вот здесь вторая вам на звуке должна быть указана, да? С вождением руки. Да? В остальном вам все хорошо. Все хорошо подробно. Вот этот кружочек, вот этот кружочек, который вы правильно выставляете здесь, его стоило поставить и здесь тоже, на этом подъезде. это очень важно. Вот это, да? Потому что, если его можно проигнорировать, смотрите. Обратите внимание. И тогда все это так обычно играется. А если меня прямо вырезает. О! Вырезал подъезд. И тогда и из него ми, да? Так. Тоже Анна Семьгоевская. Вот здесь предложена динамика, да? Вообще вопрос о динамике. Друзья мои, я специально динамику вам не рассказывал в этой инвенции, потому что эта инвенция активная. И здесь, в общем, динамические различия, динамические различия, конечно, есть. Но в данном случае здесь, видите, Анна предложила и динамику, три пьяну. да? И артикуляцию стаккада, да? Это как у нас? Давайте я тогда попробую. Нэ. Возможно, да? Мне кажется, это активная музыка с самого начала играется на одном включенном мануале. И этаже, этаже, этаже. Но то, что предложено, хорошо, что мысль работает в эту сторону, друзья. Вот с моей точки зрения, здесь не то место, где нужно использовать контрастную динамику. Обычно это в более медленных. Правда, вот здесь это возможно. Потому, что когда мы идем вот здесь возможно. Три пьяну вот здесь. Когда у нас, друзья, дуэт в правой руке. Вот там левая может играть три стокотиссимо. Вот там хорошо работает принцип тишайшего стокотиссимо. Вот здесь тогда, да? Три пьяну и стокотиссимо. Очень близко все. А при этом работает третий попус. Здесь еще пока нет. Здесь изложение. Здесь наоборот уверенное. Уверенный бас клавесинный такой. Да? Или чередный. Пошли. Это вообще такая мужественная. стокотиссимо. Здесь А вот здесь кстати вот мне нравится. Вот здесь стокотиссимо мне нравится. В общем, Анна, я вас поздравляю с тем, что вы это предложаете. Вот А. И молодец, Анна, что отметила эту сингопу и вот этот кружочек. Молодец. Только еще нужно добавить конечно такую линьбу. И молодец конечно, что здесь есть Мардеттик. В общем, хорошая работа. И то, что предложен свой вариант тоже хорошо. То, что я не согласен с этим, это десятый это уже не та проблема. То, что я предлагаю пианисиум и стокотиссу переместить сюда. Но зато мы это обсудили. Это все в рамках вариантов, друзья мои. Вообще сами придумывайте динамику. Только имейте ввиду, что нужна интуиция. Интуиция. В самом начале слишком это изощренно. Или вы тогда хотите медленнее, тогда нужно тогда в таком темпе. Но ведь это скорее всего все-таки довольно быстрая пьеска. Но в любом случае очень хорошо динамик, артикуляция в момент движения вторых голосов. Шестнадцатыми. Ну вот мы собственно это все обсудили. Очень хорошо это все совсем другой разговор. Это профессиональный разговор. Разбор вариантов. Марина Золотарева. Это хорошо. Это хорошо. Надеюсь, что здесь шестнадцатый. Шестнадцатый. Не видно. Уверен. Довижу. Да, шестнадцатый. Это все хорошо. Вот. Марина молодец. Написала стокату в сути с минорном эпизоде. Здесь все верно. Все верно. Вот это размечено все правильно. Это синкопа. Это правильно размечено. Здесь стокатисимо. Здесь стокатисимо. Здесь стоит черточка и кружочек правильно. И здесь перечеркнутый моден. Вот он правильно. Все хорошо. И здесь вот тоже я вижу, несмотря ни на что, перечеркнутый морден в конце. Все хорошо. Марина, это хорошая работа. Смотрим дальше. Да, я отмечаю подробности у Малины. Вот это единственное, друзья мои, из коллег, которые предложили, которая предложила регистровку, это Малина Золотарева. Причем регистровка, которую я сам не делаю, но которая мне кажется очень интересным. Вот это вот 16-путовый регистр здесь, а потом переходы возьмем. Мне кажется, очень хорошей идеей. Поэтому я отметил. Сейчас, да, сейчас посмотрим. Единственное что? Единственное что? Как перейти? Пропроблема чисто техническая. Если у нас здесь 16-путовый регистр, то есть на октаву ниже, наиграем левую руку, то когда мы приходим вот на это ми, ми у нас оказывается вот здесь. Но дело в том, что вот эти четыре ноты, как минимум, вот эти. Дальше. Здесь вообще вот это вот, вот этот пассаж играется. Она может еще держать ми. В общем, это единственное вот место, вызывающее вопрос по отношению к этому, к этой идее 16-путового регистра. Как перейти? Как перейти? От этого надо... Сейчас, ну, здесь. Сейчас. А ничего не сделаешь. Сейчас. Только если на 8-путовый регистра соскочить прямо вот на последних трех нотах. Вот здесь вот. Это возможно. То есть перейти на другую клавиатуру вот отсюда. И дальше уже как написано. Да? Вот это единственное решение. Но идея хорошая. Здесь не вижу. У Марины не вижу синкопы. Хотя бы от нее ожидать. Да? Сейчас эту ручку. Да. Не вижу синкопы. А хотелось бы. Это все верно. Можно и здесь. Можно и здесь. Можно и здесь. Можно и здесь задержание. Это все хорошо. В любом случае это подробная работа. Так. Ирина Сердюк. Очень хороший вариант. Очень хороший вариант. С мартентом. Так. Здесь вопрос. Какая артикуляция? Не предложена никакая. Да? Хотя правильно. Совершенно мотивная конструкция. Да? 2-3 раз. Здесь все верно. Молодец. Вот. Здесь предложен мартент. Отлично. Но здесь-то нам нужно нарисовать. Кружочек не хватает. Здесь тоже желательно мартент. Вообще, Ирина. Это подробная работа. Все. Насчет мольта. Мольта эспрессива. Не знаю. Да. Вот здесь мартент предложен. Хорошо. Вообще, фантазия приветствуется. Да? Сейчас посмотрите. Сейчас. Можно. Можно и мольта эспрессива написать. Хотя как бы просто, чтобы это мольта эспрессива не стало слишком навязчивым. Ну, можно. Можно. Так. Все. Здесь подробно. Хорошо. Хорошо, Ирина. Хорошая работа. Вообще, у всех молодцы. Все молодцы. У всех хорошая работа. Да? Вот здесь указано хорошо. Пульс правильно указан. Пропущена синкопа. Это хороший мартент здесь. И здесь тоже мартент предложен вот таким. Лучше, конечно, не нотками выписывать, а мартент поставить перечеркнутый. Но можно и так. Да? Лигу все забыли. Многие, вернее, забыли. По большинству. И синкопочку здесь надо было указать. И вот здесь кружочек указать. Вот. У нас только, по-моему, пока одно исключение. Так. Ливия Мазурова, наверное, Мазурова, да? Мазурова. Вот. Все правильно. Все правильно. Здесь стакаду. Все правильно. Хорошо. Вот здесь предложен очень хороший вариант. Я до этого не делаю. Это перечеркнутый мартент при руке. Очень хорошее предложение. Сейчас оно. Вообще, любая мелизматика в таких случаях красиво и, главное, усиливает эффект, в данном случае, и синкопы, и полифонии. Отличный. Отличный. Плечеркнутый. Мардент, по-моему, у Ливия. Ливия пока одна година предложила Мардент в левой руке здесь. Это хорошее. Прямо-браво. Вот. Я это не играю. А могу взять. Могу взять на вооружение. Мне это понравилось. Вот. Буду иногда играть в Мардент. Вот поэтому здесь стоит Мардент правильно. Кружочек стоит правильно. И в конце концов стоит Мардент. Хорошо, Ливия. Это хорошая работа. Так. Тоже Ливия Мазурова. Правильно обозначен пульс. Я имею в виду, что в том смысле правильно, что тут достаточно четырех восьмушек. Четырех восьмушек, друзья мои. Четырех восьмушек достаточно. Так. Что мы видим здесь? Вот не очень я понял, что это за кружевочек здесь. Кружевочек у нас должен быть вот здесь. Здесь правильно все стоит. Все в принципе правильно. Как бы мне хотелось, друзья мои, услышать, как вы играете. Вот предложена стакката. Молодец. В левой руке. Кое-кто предложил здесь стакката. И это правильная инициатива. И в левой руке. Да. Может быть. Я здесь правда из-за еще не играю. Я двумя руками играю. Я вот здесь играю двумя руками. Две разных артикуляции. Обратите внимание. Да. То есть я играю. То есть у меня двухручная игра. Нижний голос я играю стакатисимо. Верхний дэташе. Почти элегантно. Ну почти. Дэташе. То есть я играю так. Дэташе. А здесь стакатисимо. Вот. Здесь правильно стакатовано. А здесь. Такие вещи расщепления. Если вы посмотрите, друзья мои, посмотрите, пожалуйста, мой ролик ми минорный трехколосной симфонии. Вот этот любимый. Я там показываю на второй странице, как расщепляется артикуляция в одной руке, в левой руке. Это вот как раз тот самый случай. Но то, что здесь предложено, вот этот вариант. Хорошо. Это все корректно. Хорошо. Хорошая работа. Екатерина Саватеева. Вот. Это все подробно. Вот. 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 Предложены, я так понимаю, чикатуры. Да. Вот мне не очень нравится, конечно, то, что здесь написано арпеджио. Но другой страниц. Бах писал арпеджио тоже, только имея в виду очикатуру. Значит, если здесь используют очикатуру, то как? Значит, давайте смотреть. Это хорошая идея. Хорошая инициатива. Екатерина. Молодец. Смотрим, как это делается. Так. Так что ли? Да? Меня не против. Но здесь это точно нехорошо. А вот это возможно. Чикатуру можно добавить. Это очень изощренно. Да? Можно не успеть сделать. Более того, тут есть, конечно, проблема в том, что мы нарушаем количество голосов. Иногда это возможно. Вот это хороший вариант. Написала Екатерина. Скрытое двуголосие выписала. Значит, это... Хорошо. Это хорошо. Это браво. Это хорошая инициатива. Но, по-моему, достаточно одного раза. Дальше это слишком. Слишком кудряво. Да, даже я. А вот дальше... Вот, смотрите, единственная, по-моему, из наших участников, кто предложил свой вариант артикуляции. Здесь. Бегат. Бегат написано. Смотрим дальше. Играя, как написано, Екатерины. Да. Да. А дальше к стаккату. Возможно. Возможно. Хотя, с моей точки зрения, вот эта вот регата здесь... Какое? Какое вот регата? Какое вот такое? Скорее, если уж нет, это этаже. Вообще вот такого регата, сплошного, друзья, у бака, не бывает практически. Потому что шагать мы все равно должны восьмушками. А там, три, бака, бам, 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 бам. Поэтому, скорее всего, не регата, возможно. Не регата здесь. Вот такое регата. Превращаясь в баку немножечко уже во что-то другое, да. Скорее, скорее уже не совсем правильного Мендельсона. Но вообще сама идея, что здесь можно другую артикуляцию, я ее поддерживаю, Екатерина. Просто предлагаю вам сделать среднее между стокотиссимо и легату, сделать дэтоше. Вообще, давайте пользоваться понятием дэтоше. То есть, это без отрыва от клавиатуры, без отрыва от клавиатуры. Грубо говоря, это нон-легата без отрыва от клавиатуры. Если чистая нон-легата, это сотрыгнуть с паузы, то без отрыва от клавиатуры нон-легата. То есть, я не играю легату. Я вообще не отрываюсь от клавиатуры. И, однако, это, скорее всего, легата, да. Возможен вариант. Вообще, само предложение разделить 4 такта здесь, одна артикуляция, потом другая, это браво, это хорошо. Вот здесь тоже предложен какая-то триф. Не будем забывать, что у паха трифля обычно с верхней ноты, а здесь не очень удобно с верхней нотой играть. И даже в смысле звука. Хотя, возможно, изощренно. Да, возможно, и, хотя, по-моему, достаточно более точного. Тоже возможно. И, это длинный мартен, на самом деле, с коробкой. И не обязательно не забываем вот этот кружочек на пальце ездить, нельзя забывать. Вот, и здесь, и на тихо, пишет вот так, хотя слишком много голосов. Берем ее идею, достаточно вот такой, из трех нот очикатуры. Ну, сама идея хороша. Это уж точно здесь, потому что мы здесь. Вот здесь, потому что из этого не видно, что это очикатура. Я могу только догадываться, что Екатерина предложила очикатуру. На самом деле, написано просто арпеджио. А просто арпеджио нельзя. Это не по-моему, а вот очикатура, очикатура по-моему. Да, уж точно добавить еще. Еще один. Добавить еще один мартенчик. Есть лучше. Вообще, сама идея, сама инициатива прекрасна. И вот здесь инициатива, инициатива скрытого двуголосия выписанная. Я так понимаю, что здесь предложена тоже еще одна очикатура. Возможно. Если я правильно понимаю, здесь не все видно. Если это тоже очикатура, Екатерина, то это тоже хорошая идея. Но мы сами не уточнили, как это делать. Это хорошая идея с мартенком здесь. Вообще, молодцы. Молодцы. Вся фантазия, любые фантазии, все варианты приветствуются. Алиса Едарина. Все хорошо. Все хорошо. Это хорошо. Это все отлично. Здесь опять непонятно, какой предложен, какая артикуляция. Я не люблю слово «штрих». Как вы видите, я вообще избегаю слова «штрих» на протепиано. Говорю об артикуляции, скорее. Ну, иногда можно сказать «штрих», но я... Но поскольку у нас везде говорят «штрих», и у нас, к сожалению, заштрихованная музыка, так называемая, часто из-за этого, вот, и у нас все сводится к штрихам, а штрихи у нас довольно все бедненькие. Там, от стаката до нам легата, или легату. В общем, я считаю, что понятие «штрих» такое полупрофессиональное. Ну, мы можем использовать, ну, потому что струнный штрих имеет, по крайней мере, два значения. Направление смычка и потом различие между штрихами на струне и другими видами штрихов. Вот, а у нас репертуар, так сказать, небольшой, поэтому лучше говорить об артикуляции. Ну, я готов слово «штрих» тоже иногда использовать. Вот здесь непонятный штрих, хотя, на самом деле, вот, это непонятная артикуляция. Ну, в общем, ясно, о чем идет речь. Так. Все остальное верно. Все это хорошо, это хорошо, это все подробно. Синкопа хорошо написана, строчком, все написано. Здесь хорошо, отлично написан «Мардент». Кружочек написан, отлично. Здесь «Мардента» не хватает. «Пианиссимо» хорошее. «Эспрессиво» хорошее. Все отлично здесь, да. Все вопросики, все это в рамках. Друзья мои, учитывая, что мы с вами, это же все индивидуальная работа. На самом деле, все делается в классе, да. Вот. Тоже Алиса, Домажор, тоже предлагает здесь три пиано-эстоккаду, и я это уже комментировал. Здесь слишком активная все-таки музыка. Я радостная. Можно даже... Парадокс. Парадокс является в том, что характер музыки здесь активный, и сначала надо уметь играть своего форте. А вот когда научишься играть форте, я потом сам прохожу стадию форте, а потом вообще все играю пианиссимо. Но при этом сохраняю невероятную мощь и энергетику. Понимаете? То есть принцип, я не знаю, говорил вам, его запишите себе. Его часто используют во всей музыке. И в барокко, и в классицизме, и в романтизме особенно. И в 20 веке. Часто его надо использовать. Чем тише, тем горячее. Это очень важный принцип. И поэтому, с одной стороны, я вас призываю играть это... Сначала вот так. Откровенно, ярко. Да? И только потом, если вы уже достигли мастерства, да? Можно уйти... Я нажимаю левую педаль. Да? Левую педаль. Играя с карандашом. То есть все может играть пианиссимо, и все будет слышно. Понимаете, да? Это вообще такая особая... Здесь я уже... На одной клавиатуре. Начало на одной клавиатуре. С моей точки зрения. Хорошие предложены здесь дополнительные милизмы. Хорошие. Все хорошо. Все вот это подробно. Все правильно. Полиция хорошая работа. Вот. Насчет динамики. Уже я высказался, да? Насчет динамики. Но в конце концов, друзья мои, инициатива приветствуется. Да? Хотите какие-то свои динамические варианты предлагать? Используйте. Предлагайте. И играйте. Главное... Друзья мои, самое главное, соблюдать принцип. Вообще. Есть ключевые. Ключевые принципы. Принцип мелкого пульса. Это, на самом деле, самый сложный. Вот если бы мы с вами занимались бы в классе, было бы сразу понятно. У вас только в голове, в идее мелкий пульс. Или вы действительно им владеете. То есть сами реально пульсируете. Понимаете? Вот это корректируется только в классе за роялем. Вот. Это самое главное. Умение мелко пульсировать. Причем, когда вы мелко пульсируете, нужно еще особенное внимание, вот я вам скажу, обращать на четные доли пульса. То есть на слабые восьмушки. Например. Настолько, что иногда можно... И, кстати, я вам рекомендую. Сами, когда играете, и для учеников, пульсируя мелко, обращайте внимание на слабые. Пам. Пам. Папара. 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 И. И. И прямо можно и карандашиком. А можно метрономчик поставить. То есть, вот вам тренинг. Ставьте метроном. На четверть. Пим. Пам. Пам. Но играйте так, как будто этот удар метронома приходится на слабые восьмушки. Папара. Пи. 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 Вот это мой удар метронома. Папара. Пи. Папара. Пипа. 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 Папара. Пипа. 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 Идеальный тренинг. И для вас, и для учеников. На слабые доли метронома. А не на сильные. Да? То есть, первый вариант. Ставите на восьмушки. Пам. Папа. Пипа. Для маленьких, к сожалению, опасных, что они начинают играть. Папара. 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 То есть, подчиняться пульсу. Важно не подчиняться пульсу, а разговаривать за тактами. Да? За такт борется с мягким пульсом. И следующий этап. Ставить метроном так. На четверть ставить. но пульсирует, но попадает удары дожди на слабые возьмушки, на черные. Понятно, да? Обратите внимание на этот принцип. Он универсальный. Почти во всех подвижных пьесах его можно использовать в пахе. Вот вам еще одну методическую рекомендацию, очень важную. Кстати, на удаленке отлично работает. Вы ставите метр на ручек и просите у ученика, и у ученика сначала заворачиваются мозги за мозгу, и у вас уже завернутся, да? Как это так сделать? Так, чтобы удары приходились на слабые возьмушки. Но когда решите эту проблему, сразу увидите, какой это дает результат замечательный. Так, Виталина. Хорошо. Вот, и по-моему, Виталина единственная, которая... Друзья, Виталина единственная, которая вот такую вещь написала. Молодец. Тихо, панкать, один такт. Вот, молодец. Это, конечно, существенное. Я на это не обращал специального внимания, но если посмотреть мои ролики, то да, это правильно, прям вот я поставил знак, восклицательный знак. Замечательная совершенно рекомендация, да? Вообще здесь вот это квазирегато, Виталина, прекрасно. Вообще, молодцы те, кто подробнее выписывают все рекомендации. Это, да, вижу. Кат, отрезать. Молодец. Все правильно. Подробно. Нравится, когда вынести подробное внимание? Это очень важно, друзья мои. Ну, опять же, у Виталины непонятно, какая здесь артикуляция, да? Даже не предложена. А вот это хорошо. Здесь мотентик предложен, здесь мотентик. И здесь предложен мотентик. Отлично, Виталина. Это хорошо. Правильно. А вот здесь вот кружочек, а вот здесь кружочек не хватает, да? То есть даже те, кто очень подробно все-таки... Ну, вообще, друзья, нормально. Вообще, даже разметка такая штука. Всегда обнаружишь, что что-то... Что всегда, даже я. Что какую-то деталь пропустил. Это нормально. Виталина. Пульс хорошо нарисован. Виталина Пуччи, да? Я правильно произношу? Так, это хорошо, это хорошо. Молодец, тише. Правильно. Средний голос, это тише. Тише, потому что хочется ударить, А здесь нельзя ударить. Вот. Это хороший вариант. Вот, ну, возможен, да, возможен такой, да? Возможен у голоса. Да, и... Это хороший вариант. Мелизматического катанца, да? Хотя... Я предпочитаю такой... Ну, такой тоже. Но тогда я все-таки... Все-таки я прищем артензии прибавил. Ну, это хорошо, хорошее. Все это. Вот это хорошо. Вот эта мелочь написана. Виталины. Так. Ольга Орлова. Да, очень хорошо. Разрывы мер, почему-то у меня... Микроцезура, все. Вот. Здесь, видите, не попало. Двойной контр. Наверное, катропункт. Я понял. Правильно двойной контр. Здесь указать, очень не мешает. Детьми поговорить о двойном контр. Кат. Хорошо, отлично. Также, да? Как и Виталийна указала. Отрезать. Да. Отлично. Все вы обратили почти на эту бумагу. Стокатиссимо. Отличный вариант. Здесь непонятно. То есть, правильно чертчика стоит. Хорошее стоит правильно. Но все-таки хотелось бы, конечно, с меризматикой. Да? Да, Ольга? Уже поняла. Все, молодец. Все отлично. Все отлично. Так. Тоже, Ольга. Предложено здесь. Морден. Сейчас. Можно. Можно здесь. Морден. Хотя, с моей точки зрения. Когда. Кстати, к вопросу. О, а то он здесь все тише. Тише. Все правильно. Правильно. Все правильно. Все детали замечаем. Молодцы. Молодцы. Здесь. Только. Вот здесь. Вот здесь я не уверен, что нужен Морден. Сейчас. Если. Он запьет обязательно средний голос. Пульс. Не нужно. Да, кстати. Обратите внимание, что добавление здесь Морденто. Увеличивает длительность ноты. Возможно такое. Вопрос о том, как влияет Меризматика на пульс. Ну, немножечко придержим пульс. Такое бывает. Не все под метроном. Пульс вещь агогическая бывает. Тоже. У меня на фролова. Лишнее. Вот здесь лишнее. Достаточно. Линочка. Четырех. Указывает целиком весь стакт. Не обязательно. Уже понятно, во-первых, это ценно. Хотя я на скобочки поставил. Здесь не предложен никакой. Никакой Меризматики. Гаданс. Здесь хорошо. Что предложен. Что предложена стакката. Вот. И я уже комментировал. Что здесь, конечно. Верхний голос заживается на дэташе. Это хорошо. Вот здесь непонятно. Пульс. Стоят 6 и 33. Это описка. Описка, конечно. Да. Елена. Имела в виду 16-е, конечно. То есть два ребрышка. Да. Два ребрышка имелось в виду. А не три. Вот. Здесь все хорошо. Здесь хорошо. Это хорошо. Вот. Здесь. Вот. Нравится мне. Это да. Здесь хорошо все. Это мне нравится. Елена. То, что здесь. Мортенсик вписан. И здесь отлично. Молодец. Хорошо. Так. Марина Сальяпина. Все то, что нужно, сделано абсолютно. Чего не хватает? Не хватает здесь указания. Артикуляции. Чем играем? Грубо говоря, каким штрихом не любят слова. Но каким штрихом можно просить? Непонятно здесь. Потому что длинная нота никак не обозначена. И кружочек не обозначена. И мартент не предложен. Можно не мартент, можно трель. Как коллеги это делают. И здесь ничего не предложено. То есть все очень хорошо, корректно. Но здесь недостаточно инициативы. Вполне смело можно проявлять инициативу. Пульс правильный. Все правильно. Здесь все хорошо. Здесь правильно. Все. Молодец. Опять спрашиваю, что? Какая артикуляция предложена в Сордец Минурия? А вот здесь предложен Мордетик. Отлично, Тимидет Садамура. Отлично. Это уже было. Я приветствую это. Браво. Еще один. И здесь правильно. И здесь правильно. Все хорошо. Единственный вопрос у меня только здесь. Это отлично. Здесь тоже подробная работа. Бот. Вот здесь указан. Это хорошо. Тимидет Садамура. Здесь указан. Синкопа указан правильно. Указан, где освобождается рука и вторая волна. И вот здесь я против вот этой лиги. Лига все-таки вот такая, друзья мои. Все-таки от длинной ноты. Более мелкая нота. А потом здесь возможно задержание. И Мордет. Все правильно. Здесь все правильно. Здесь хорошо. Татьяна Милаева. Все хорошо. Вот это молодец. Сембро пианиси мастакату. Все отлично. Это все отлично. Хорошо указано. Здесь почему-то пропущен Мордет, который явно слышен у меня в записи. А так вообще отлично. Все тоже Татьяна. Тоже почему-то Татьяна не предложила ни один вариант миллизматического катармса. Поэтому я поставил знак вопроса. Это вот я согласен. Менцефорте. Стакката не знаю. Возможно. Но я не сторонник откровенных стаккатов в верхнем голосе. В основном тематизме это рейтинг у Баха. То есть. Очень хорошо. Скажем это это ше. А вот когда. Тату. Скажем. Когда у нас двуголосие в левой руке. Бывают случаи, когда нужно сыграть тишайшие стаккатисимы в правой руке. Это в интернете их в основном бывает. Это уже если смотреть крипирный клавир. Там более подробно. Светлана. Но Татьяна все равно подробную работу сделала. Молодец. Так. Здесь я не очень понимаю, что написано. У нас не попало. Вот это что такое. Здесь все остальное хорошо. Хорошо. Стаккатиси. Молодец. Опять же непонятно, что с этой ноткой делать. Ни черточки. Ни черточки. Ни мелизма. Вот. В остальном все отлично. Светлана. Все отлично. Вот. Двойная лига с указанием мотивчика. Отлично. Вот. Здесь не очень понятно. Здесь у нас. Вот здесь написано. Нацепианоска сила. Начинается отсюда. Из-за такта. Переход на другую клавиатуру. Вот отсюда. То есть. Вот сюда сдвинуть. Вот эта нацепианоска сила. Вот сюда сдвинуть. Сюда. Тогда будет верно. То есть у нас вот здесь. Отсюда начинается. Сюда. Понятно, да? Так. Тоже. Вот такой вариант пианиси. Мастер катиси. Мы здесь уже обсуждали. Да. На счет эспрессива. Не знаю. Не уверен. Пульс указан верно. Здесь возможно. Вообще все предложения возможны. Друзья мои. Это все корректируется. Ищем в классе. Но вообще вы молодцы, что предлагаете свои варианты. Браво. Уже говорили. Да, возможно здесь. Только это очень трудно. Надо использовать. Но управлять пульсом надо здорово. Чтобы здесь вот сделать морден. Причем здесь я думаю неправильно. Здесь морден можно только с верхней ноты. Вот такой. Хотя. Почему бы и нет. Можно и перечеркнутые. Смотрите. Сейчас проверил. Можно и перечеркнутые. Сделать с пекаром. Возможно. Да. Ну, хорошо. Молодец. Возможно варианты. Наталья Занина. Правильное значение. Все правильно. Опять непонятно, какая предложена артикуляция. Это хорошо. А кружочек-то нету. Поэтому за это-то хорошо. А кружочек нету. Поэтому знак вопроса. Да. Здесь непонятно, что ни кружочек, ничего. Возьмин. Наверное, у нас повисло в неопределенности. Ну и конец тоже. Остальное все верно. Это хорошо. А вот здесь непонятно, что. Вот здесь понятно. А вот эта лига куда делается? Да. Вот это. Это нужно было здесь сообразить. Да. Это, кстати, вот этот кусочек маленький. Это уже на сообразительность. Да. Что вот такая у нас лига. Никля. И потом следующая микро. Да. Что здесь у нас с этой точкой. Но это все, опять же, друзья мои, корректируется в классе. Наталья Занина. Тоже вариант пианисты, мастокката. Уже обсуждали. Обсуждали. Да. Вот здесь, здесь очекатура предложена. В конце. За инициативу хорошо. Все хорошо. Но единственное, в чем проблема, друзья. Что когда мы предлагаем очекатуру в двухголосии и трехголосии, мы увеличиваем количество голосов. Очекатура все-таки должна более-менее соответствовать количеству голосов. Да. Поэтому, если мы делаем очекатуру. С другой стороны, бах иногда увеличил. Можно. Увеличил количество голосов в кадансах. Поэтому, в принципе, это корректно. Я даже приветствую. Нет. Это изображение, возможно, да. Ну и увеличили количество голосов в кадансе. Такое бах встречается. Я, видите, я при вас сомневаюсь, обсуждаю и поддерживаю идеи, которые, мне кажется, возможны. Томила Светдинова. Все хорошо. Все хорошо. Это отлично. Пульс хорошо нарисован. Предложено с эмбра стакатисима. Отлично. Все это отлично. Здесь, в скобочках, хорошо предложен. Да. Здесь все хорошо. Вот. Здесь отмечена и черточка, и кружочек. Правильно. Вот здесь не очень понятно с динамикой в вопросе. Да. Не все. Кое-какие подробности исчезают, друзья мои. Обратите внимание. Да. Канила. Также. Здесь лишняя. Лишняя. Достаточно четырех восьмушечек. Вот. Просто зачем так много писать? Да. Когда у нас шесть, нам нужно и писать, потому что шесть. Да. Но это максимум. То есть мы писаем от четырех в шестнадцатых или восьмушек. Или шесть. Или три. Или три. Если у нас пульсация идет на три. Мы сейчас к этому придем. Канила с ледино. Здесь все хорошо. Все хорошо. Это хорошо. Вот. Здесь предложен тоже такой перезматический кадр. Годится. Это хорошая работа тоже. Да. Кринон Немеровский. Да. Не предложен вариант. Не предложен никакой вариант. Та же самая проблема. Уже знаете. Да. Тоже не предложен никакой вариант. А хотелось бы. Остальное отлично. Остальное отлично. Будьте поподробнее, друзья, коллеги. Не помешает. Елена Пистополов. Если я правильно признашусь и не прошу прощения. Так. Хорошо. Контрастная динамика. Прицеп стереофония. Отлично. Здесь написано все. Здесь все корректно. Здесь, конечно, не написано вот это вот снятие. Но. Все делается в классе. Да. Опять не предложен вариант артикуляции. А хотелось бы. Собисклик. Вот. Хотя правильно структура мотива. Здесь все верно. Это правильно. Тоже не предложен вариант. А нужно. Да. Елена. Все отлично. Все отлично. Проявляется больше инициативы. Здесь не предложен. Не написано то, что это стокотисело. Будьте подробнее. Да. Вот в этом месте не написано. Елена. Тоже. Вот. Здесь. Арсевой пульс 16. Предложен еще. Да. Предложен еще 16. Раздачу 4 16-ых написать. Вот так вот. Да. Поскольку. Да. Я так понял. Поскольку есть 32-ые. Да. Можно и так. То есть. Можно пам-пэц. Пам-бим-бим-бим. А можно. па 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 пи 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 да тем более что у нас здесь вот есть вот эти вот эти 32 вот этого Нахшлага вот здесь тоже да кстати здесь не мешает конечно вот такую нику поставить пропущена. Лига здесь тоже пропущена, зря. И здесь пропущена лига. Это именно лига, друзья мои, или она очень важна. Вот это лига. Отскок, отскок. Именно лига с отскоком. Лига с отскоком, лига с отскоком. Именно лига и отскок. Смотрите, я отскок здесь, хоть одна нота, но на лиге. То есть, я как бы изнутри отскакиваю, да. Очень характерный для главы, да, как это делается. Так, все, вижу детали, все хорошо. Вот здесь тоже приборная чикатура. Хорошо. Уже говорили, это хорошо. Вот здесь не больно. А, нет, вижу. Стоит все. Стоит, да. Все хорошо. Здесь не предложена артигуляция. Могла бы быть предложена. Синкопа пропущена, к сожалению, Елена. Да, кружочек здесь. Вот эта синкопа очень важная. Да. Не забываем. Так, Екатерина Паркоменко. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Ну, уже все, как бы, детали уже понятны, да. Вот. Вот здесь вообще не поставлена артикуляция, а должна быть поставлена. Вот такая артикуляция здесь, да. Вот очень важный момент. Поэтому здесь ничего не предложено, да. Здесь стаката хорошо. Отлично. Вот. Понятно уже, что здесь это, это и мартентик, да. И мартентик в конце тоже не мешает. Екатерина. В записи все это слышно. Тоже Екатерина. Все верно. Все верно. Все верно. Все верно. Здесь вот нет отскока вот этого и не стоит. Почему-то. Возможно. Я здесь ставил стаката. Это важная стаката. Я здесь оставил стаката. В своем брасе это было. И я помню, что я оставил такую лигу. Да. 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 Вот это хорошо. Только нужно было еще написать здесь кружочек. Кружочек. Ей тоже мы пишем, да. Здесь опять не написано вот эта артикуляция. А я ее выставлял внимательно, да. Вот это отскок. Лига с отскоком. Вот. Да. Вот синкопочки не хватает. Еще вот это. И вот здесь вот так вот, да. То есть, Екатерина, все неплохо, но недостаточно подробно. Можете подробнее. Много всего. Тут еще. Сами посмотрите. Длинных ноток. Не хватает кружочков. Не хватает. Здесь все верно. Все верно. Все можно подробнее. Вот здесь хороший вариант. Здесь хороший вариант. Двойной, да. Это может быть так. Ну тут довольно много всего можно указывать. Еще. Идем дальше. Да. Галина Никошкова. Все хорошо. Все отлично здесь. Здесь все отлично. Опять не предложен вариант артикуляции. Вот хорошо, что здесь. Я так понимаю, что это Морденто имеется в виду. Это хорошо. Хорошо его еще здесь. И здесь черточка. Здесь это хорошо. Все правильно. Галина тоже Никошкова. Или задержание написано. Морденто или задержание. Отлично. Отлично. Пульс правильно написан. Вот вопрос у Галины. Выход из милизма не влияет на пульс. Иногда влияет. Уже страшно. Надо уметь пульсом управлять. Но опять же это корректируется в классе. Друзья мои. Да. Ульяна Акатова. Подробно, подробно. Мне нравится, что здесь написано. Как? Да. Вот написано, что кисть не принимает участия. Да. В ней корректии. Активный отскок от последней нотки. Отлично. И без акцента. Без цезуры на следующий. Вот это очень важно, друзья мои. Потому что это надо уметь делать. И сначала вам, потом уже ученикам. Да. Соединение за такт. Все правильно в комментарии. Пульсовой эстакад. Молодец. Цезура не слышна, но есть. Отличный комментарий. Специально обращать внимание. Потому что... Да. Ульяна поняла, что это чуть ли не центральная проблема. Как играть. Как самой играть. Прежде всего, как самой играть в микролиге. Очень хорошо. Очень хорошо здесь все. Вот. Здесь отлично. Все хорошо. Активный. Это хорошо. Подробно. Ульяна. Молодец. Вот. Здесь тоже мне все нравится. Здесь не хватает вот этой лиги. Здесь полугольник. Она хорошо. Все. Здесь все достаточно подробно. Ульяны. Вот. Это вон. Подробно. Вон как. Несколько уровней. Молодец. Говорили об этом. Несколько уровней лик. Отлично. Так. Елена Кандеринская. Пульс, я так понимаю, 16-ми. Хоть не видно. Да. Идет правильно. Здесь видно. Отлично. Отлично. Все. Опять не предложен. Елена. Опять не предложен вариант артикуляции. Да. Был вопрос. Ну. Было слышно. Уже вариант. Тот, который я предложил, можно было вписать. Да. Не предложен вариант с милизмом. И нет черточки. И так далее. Это все остальное отлично. Указываю сейчас пока быстренько просто на то, что нужно добавить. И учесть на следующие разы. Да. Вот. Здесь возможно. Все это правильно. Это я отмечаю. Лена Кандеринская. Это все хорошо. Указано правильно. Возможно такие. Математика. Возможно предложение. Все. Не очень все видно. Но то, что видно, вполне корректно. Лена. Лукшина. Татьяна. Предложена стаката. Отлично. Здесь непонятно, что предложено. Хотя он стоит. Кружочек. Значит. Или черточку. Или милизм. Да. Милизм здесь тоже. Все остальное отлично. Татьяна. Молодец. Лукшина тоже. Татьяна. Лишняя. Четверочка достаточно. Первый. Уже понятно. Да. Достаточно первый. Первый. Вот. Да. Правильная индика и правильная. Самое единственное, что нет. Пропущено синкопа. Если пропущено, то вот этот кружочек пропущен. Он очень важен. Да. Он указывает на ослабление руки естественно. Вторую волну звука. Это значит, что в этот момент средний голос и нижний динамически как бы уходят под эту нотку. То есть... То есть, если я сыграю громко это, от нее ничего не останется. Да. Вот в этом моменте я играю тихо, без опоздания. И тогда у меня вылезает этот звук. Да. То есть, это обозначает не только вторую волну звука, но и то, что другие голоса подныривают под эту вторую волну. Да. Целая техника. Здесь все правильно. Да. И вот вопрос Татьяны Лукшиной насчет... Переходим к вопросам. Прямо вот так и получается. У нас мало... Ну, мы немножко перетянем сегодня по времени. Да. У нас сегодня... А, у нас еще Акинина есть. Да. Валентина. Почему-то здесь самое... Да. Очень хорошо. Вот это. Вот это лишнее. Да. Уже... То есть, лучше... И нет ли я. Да. Нужно все-таки вот так вот указать. Это лишнее. Понятно теперь, да? Из контекста. Это все хорошо. Предложены... Предложена мелизматика. Отлично. Да. Валентина. Все хорошо. Мне нравится. Вот единственное, что здесь... Вот здесь не нужны черточки. То есть... Потому что здесь будем играть... Черточки заставляют нас все-таки, да, более... Здесь нам... Нам черточки нужны в среднем голосе. В верхнем голосе... Не уверен, что слишком, да... Я в верхнем голосе не играю черточки. Я играю здесь. Здесь черточка. Здесь тише. Здесь тише. Да. Верхний голос здесь тише. А если так написано, то слишком много получается. Не получается двухголосие. Не получается второй волны звука внутри вот этой, да? Это, ну, опять же, отлично, что все предложено. Это все обсуждаем в классе, друзья мои, да? Представьте себе, что с каждым из вас я работаю в классе, да? Вот. Лукшина Татьяна спросила, как в этой маленькой двухголосной фуге как пульсировать. Здесь вполне очевидно, как пульсировать. То есть, Татьяна, треволи мне, конечно, она... Да, ну чуть позже сдержаннее, да? Почему? Потому что у нас здесь есть шестнадцатая. Здесь шестнадцатая. Но даже если бы не было бы шестнадцатых, все равно мелкий пульс все равно, вот он написал 12-8, здесь совпадает. В тот случай, когда совпадает. У нас есть и 16. А 16 на что? Это второй принцип отбора пульса. Если у нас есть мелкие длительности, то пульсом будет длительность в два раза больше. Поскольку у нас есть 16, то кроме того, что здесь обозначено, кроме того, что движение восьмыми, еще и по правилу отбора от мелкого пульса, то есть от мелкой длительности, от 16 есть, на чем держится 16? На два раза больше, то есть на восьмушке. Так что в этой фуге вполне все держится на восьмушках. Друзья, кстати, непросто. Здесь можно играть двумя руками. Друзья, дальше. Домашнее. У нас еще одно домашнее задание. К тому, что означает у нас паузы в полонезе Шопена. Друзья, мы все вспоминаем. Пауза стоит. Дальше. Пауза стоит. Дальше. Дальше. И так далее. То есть, напоминаю вопрос, почему один и тот же ритм пишется то с паузой, то с нет, то в то время как это все на педали. И прекрасный, конечно, пример из сон. Почти все, друзья, почти все ответили, поняли, куда это движется. Вот я вижу, у меня здесь все сделали более выпуклым затактовый мотив, пишет телегица Дамора. Вот понимаете, тут на самом деле очень важно в таких случаях точно понимать, какие только не были предложены варианты, довольно витиеватые объяснения. А все очень просто, на самом деле, друзья мои. Это, конечно, и многие из вас поняли, о чем это речь, но просто нужно точнее выражать. Конечно, это микроагогика. Конечно. И, конечно, это работа со временем. То есть, исследуя то, как пишет Шопен, мы понимаем, что запись с паузой, вне зависимости запись пунктирного ритма с паузой, вне зависимости того, используете вы педаль, и не используете, предположим, используете, как здесь. Здесь, очевидно, нужно использовать педаль. Педаль точная. Так вот, это влияет на что? Конкретно на какой параметр, я вас спрашиваю? Конечно, на время. На время. Это записи на микроагогике, и молодцы, что многие из вас ответили на это. Причем касается это именно паузы. Паузы. Большинство, многие из вас пишут про дыхание, руки и так далее. Почему? Конечно, здесь можно сказать про дыхание, хотя дело не в дыхании. Ведь когда дышит вокалист, он все равно, он перед этим, пусть немножко, но звук останавливается. А у нас здесь звук не должен останавливаться. Мы вот это движение руки называем дыханием. Ну, окей. Но не в этом дело. Главное, что нам просто звали. Смотрите, я даже высоко поднял руку. Что это нам позволяет? Это нам позволяет чуть-чуть увеличить время. Время. То есть, изменить огогику самой паузы. И многие из вас и сообразили, что речь идет об этом. Остальное производное. И Тимотен Цитамора правильно написал, что более выпуклый за тактовый мотив. Насчет аналогии с внутренним голосом Шумана, это отдельно можем. Выражение микродыхания. Все верно, но не точно. Вот Марин Золотарев пишет, выполняется виртуальная пауза с помощью микроагогики. Очень близко. Просто точно говорим, что в такие моменты Шопен обозначает дополнительное время нам в момент выписанной паузы. Неважно играть вы на педали или нет. Например, в фантазии можно сыграть без педали в момент. Вот так. Это даже красиво. Да. Пауза реальная. Да. И здесь тоже. Пауза реальная. В фантазии это возможно, но очень тонко это надо делать. Да. Но дело здесь не в паузе, друзья мои. Вернее, не в том, что заканчивается звук. Его можно делать, а можно сыграть и на одной педали. Показываю. Вот я здесь на одной играю педали. Руку всегда надеваю. Другими словами. Пунктир с точкой более узкий, то есть более точный. Вот он такой. А пунктир с паузой, независимо от педали или нет, он чуть-чуть агрогически выделен за счет длины этой самой паузы. Независимо от того, играете ли в эту паузу на педали или нет. В этом случае вы не можете сыграть без педали. Некрасиво звучит шопяна в этом регистрии. Вот это поднятие руки не для изображения чего-то, а нам помогает как бы осуществить агогику. Ну и конечно более ясно, из-за такт, что правильно написалось медициномоле. Тонкие игры со временем пишет Карилова Срединова. Правильно. Да. Вообще управление временем. Все правильно. Молодцы. Молодцы. Да. Вот Ольга Едиченко обратила внимание на различия в левой руке. Все правильно. Левая рука там сначала от того, потом нет. Но это другая тема. Не к этой, не к проблеме пунктира относится. Да. Правильно. Екатерина. Длительность ноты изменилась. Пишем какой. Да. Обсудили с Экатериной Саватеевой. Какая длительность. Все правильно. То есть мы все это просто надо. Екатерина Саватеева предлагает. Вы говорите здесь первое судье с точкой по глади. Второе нет. Медрическая логика. Я пишу не совсем. Но в принципе опять же движение мысли правильное. Только нам нужно научиться точно обозначать наши проблемы. Так. Какие у нас еще? У нас огромное количество еще тем, что мы не успели. О чем я хотел вам? Я хотел вам еще много о чем рассказать. Вот. А на самом деле у нас здесь времени почти не осталось. А у нас замечательные здесь сеть вопросов. Давайте пока есть время. Давайте остаемся на связи. Я с удовольствием с вами побуду побольше. Вы не против? Если мы еще прибавим по крайней мере полчаса времени. Хватит у вас сил внимания. За? Да? Отвечайте. Вот. Сейчас скучка. Нам все-таки нужно получить подтверждение. Давайте. Ага. Анна. Ага. Выйдите в эфир. Пожалуйста. Да? Анна. И мы обсудим этот момент с увеличением времени на сегодня. Я готов. Мне нужно получить подтверждение. Еще по крайней мере полчасика. Пообщаемся? Да? Друзья, вы слышали вопрос. Все говорят да. Да. Ну, отлично. Михаил Александрович. Все говорят да. Все. Очень хорошо. Отлично. Да, да, да. И даже вот Ульяна даже молитвенно сложила руки. Да, конечно. Лишь бы у вас хватило батарейки. Да нет. Я готов. С радостью. Да нет. У вас-то хватит. А хватит ли у баджета? Да. А. Есть пока. Да. Хороший вопрос. Так. Продолжаем. 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 Вот что у меня как-то лежат вопросики. Так я... Значит, не метается до моря. Спрашивает. Тема... Говорит, что тема метрической агоники, затронутой вчера, заставила, по-моему, взглянуть на любимый Ноктюр Шопе номер 62 номер 1. Где только обнаружили россыпи вариантов произнесения темы. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что я могу предложить. Чуть-чуть начало этого Ноктюра. Да, замечательно. Вообще, это потрясающий опыск. Поздний Шопе. Вау. Вот это. Вау. 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 Заминанты. Начинаем... Раз. Два. Вау. 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 Сразу, друзья, мы здесь в этом Акцюре. Сразу давайте запишите себе. Запишите. Сразу предлагаю очень важный принцип. На нем мы с вами не говорили, а в этом Ноктюрне он показан, но это касается не только этого Ноктюрна, касается всей романтической музыки, всего Шопена, всего Рахманинова, почти всего Бранса. А именно, смотрите, если что-то, давайте смотреть. Вот Шопен написал вот такую штучку, да, вот такую вертикальную лигу, что означает на самом деле слон. У меня одновременное взятие. То есть тут в праворке нечто изменилось. Здесь он написал арпеджио. Так вот, друзья мои, если вы хотите всегда владеть ситуацией, всегда сначала играйте бас, потом все остальное. Очень мало пианистов используют этот прием, потому что не учат, а вы будете иметь приоритет. То есть, другими словами, в бас в таком случае исполняется чуть-чуть собережение. Вот я пишу, вот еще Си. Вниз перечеркнутый такой модель и связанный. Вот смотрите, кстати, это одновременный Рубату. Друзья, я защищаю бас, и тогда я полностью владею полной гармонии. Могите, чай, вариант, да. Вот этого. Часто играем так. То есть совпадение баса с ноткой, а на самом деле всегда бас уменьшенствует, да. Естественно. Соответственно. Здесь у нас сильная доля, и она чуть-чуть экономически выделена. И у нас получается огонь, естественно. Вот она. Да. Здесь много тонкостей. Смотрите, что он пишет в левой руке. И с ним. И эко, и сингопа. И сингопа. То есть у нас многоголосие в левой руке, и многоголосие в правой. Средний голос. Так мы учим. Сначала без педали. Что следует? Что, видимо, так и играет. Пальцами. Видите, как я? Все руками ищу. Нагленно верну. Педаль. Педаль, откуда, друзья мои? Педаль, естественно, из-за такта. Вот тогда у нас педаль смещается вот в эту точку. Педаль с баса. И бас предусвещает. Тогда у нас всегда чисто. Смотрите. Вот отсюда педаль. Тогда у нас планируется идеально чистая гармония. Запомнились, друзья. Запомните. Все арпеджеры. Все морде. Мелизматика вся в Шопене. Такая большая расширенная мелизматика. Все играется после баса. За речайшим исключением. Когда не хватает времени в быстром темпе. За речайшим и то. Время. Вот она будет. Вот она. Да. И здесь, смотрите, вот она. Давайте педаль, понятно, да? То же самое. Предвосхищающий бас. Вот это. Я пишу Си. Вот здесь как будто вот это вот Си. Опять же, вписываю. Перечеркиваю. Связываю с этим басом. А потом арпеджо после этого. И у нас получается еще дополнительная метрическая гогика. В общем, здесь мы себя свободно себя чувствуем. И абсолютно не главное контролируем всю. И вот это. И вот это. Непонятно, что. А сначала пас. С педалью. И тогда полнота гармонии. Нерва. Здесь много всяких агонических тонкостей, друзья мои. Не обо всем можно сказать. Чуть-чуть я остановился на этом, на тюрне. Здесь возможно. Значит, давайте, давайте проговорим. Что такое метрическая гогика? Метрическая гогика – это тенденция. Тенденция. Основных долей. Если мы на 4 четверти, то это первая и третья. Тенденция как первой, так и третьей доли быть чуть-чуть длиннее. Причем первая доля хочет быть длиннее. И вторая, и третья. Но это только тенденция. Потому что у нас, кроме метрической агоники, есть еще другая агоника. Интенционная, мелодическая и так далее. То есть у нас вообще агоника – тончайшая вещь. Метрическая агоника – это мы не должны пропускать агонику основных долей, но между ними тоже возможно всякие интенсионные тонкости. Понимаете? Тут многое можно говорить. Опять же, в классе обсуждать, как мы работаем с агоникой и на слабых долях тоже. Это другого типа. Но понятие метрической агоники позволяет нам в агоники по крайней мере опираться строго на текст. Что я вам демонстрировал в 4 и 2 палате. Это касается, кстати, и 4 такта квадрата. Первый такт – это тенденция большей продленности, чем третий. И уж тем более, чем второй и четвертый. Понятно, да? Вопрос, который у нас там дальше. Так, Шетининенция сейчас спрашивает. По теме Сенков, как выстроить иерархию, если они в каскадах следят друг за другом? Выбирать ли приоритетный голос? Давайте посмотрим, дело в том, что у Баха бывают прям каскады, именно каскады хорошие. Или, нет-нет, каскады Сенков. Смотрите. Вот прелюдия из первого тома. Она прям вся состоит из Сенков. К сожалению, очень мало кто играет все, что написано. Давайте посмотрим. Да? Я добавляю здесь Сенковы. Добавляю. Добавляю Сенковы. Добавляю Сенков. То есть я выявляю здесь, если ты передумалусь за счет слабых дали. Я не играю так. Очень привитивно. Из педали, кстати, грабите. Все это делает селкание. Есть. Дальше идут выписанные Бахом. У нас есть длинные номеры, потом Сенкова. Да? Очень важная Сенкова. Крайца. Вот. Из крышек здесь. Ну, идем дальше. Сенкова. Сенкова. А вот дальше, смотрите. Вот у нас начинается каскада Сенков сразу в низких голосах. Вот смотрите, здесь. Подъезд. Здесь. И это Сенков. Дальше. Дальше. Мне кажется, да, что здесь варианты ориентирного уровняса. Вот это нанескопизм. Нам его вот, вот это не надо услышать здесь. То есть нам надо здесь услышать сразу много уровней. Я проявляю себя. У меня Сенкова здесь появляется. Но я проявляю себя, насколько я уверенно сыграл вот эту Сенкову, чтобы это ми было ясно слышно, чтобы этот диссонанс был ясно, что она сильнее. Слышно. Слышно. Да. Дальше. Бах еще больше изощряется. Сенкова. Все кирлянды, все Сенкова, ни одну не пропускаем. Да. Вот здесь дальше. Вот дальше. Вот этот так. У нас здесь. Там же еще здесь еще. Сейчас, Господи, не вижу. Сейчас, да. Сенкова. Здесь, Лена, иду. Сенкова. Сенкова. Кирлянды стекнули Сенкову. Ни одну нельзя пропустить. Какой приоритет, даже не могу вам сказать. Наверное, что мы себе можем. Хотя, с другой стороны, ДОС самая длинная. Все-таки, наверное, ДО. Ни ДО, ни ДО, ни ДО нельзя пропустить. ДА. Сенкова. Две Сенковы. Играет тише ФА. Когда у нас Семи-моль. То есть, приходится слышать и этот уровень Сенковы. И Семи-моль с разрешением. И ДО, который идет в Ля. То есть, другими словами. Ни одной Сенкопы, друзья, значит, Тиме-деццо. Ни одной Сенкопы нельзя пропустить. Но, в конечном счете, Вы должны действительно выбирать, какая, я бы сказал так, та, которая остается на более длинность, на более, как более длинная, является почти всегда приоритетной. Вот это то, что я могу вам порекомендовать. На самом деле, тема огромная, потому что времени у нас нет. У Баха есть потрясающие примеры. Прям еще более сильные примеры. Прям гроздей Сенков внутри. Да, когда четыре-три Сенкова. Кстати, Брамс тоже любил одновременное существование Сенков на разных уровнях. То, чему Брамс научился у Баха. Дальше. Марина Золотарева. По поводу полонеза. По поводу четырех тактов. Вопрос, для чего записан. Четвертый такт более легкий. Исполнитель в этом такт не садился на соль диез. Не отрывал руку. Возможно и такое. Такая трактовка. Хотя, с моей точки зрения, другая тема. Тема четырех тактов другая. Да? В данном случае. Тем более, что это все-таки полонез. Причем не быстрый полонез. Здесь мы не можем, как бы, вот так же, как в второй балладе, где мы можем прямо откровенно считать квадрат. Первый такт, второй такт, третий такт, четвертый. В полонезе тоже это возможно. И важно это очень говорить, Марина. Правильно совершенно. Молодец. Хороший вопрос. Но все-таки в меньшей степени. И я думаю, что здесь, конечно, агогика. Вот мы сказали о том, что все-таки это работа с микроагогикой. Ну, где вот этой паузы, да? Вот этой. Да, вот этой. Тут все вместе, да? Рука поднимается, чтобы отянуть агогику. И потом падает на штуку, на пиццерое для высшей ясности. Дело в том, что я могу здесь все сделать пальцами, не открывать. Но здесь по времени более точно. А здесь протянут. Да? Указ. Указание Шопена на микроагогик. Все. Коллеги, вы все правильно просекли. Так. Елена Фролова пишет вопрос. Квадратное движение идет к третьему такту, как правило. Почему? Разве так? Вот смотрите. У нас вторая баллада. Вот у нас мы вчера анализировали, да? То есть первый. То есть мы начинаем с третьего такта. То есть говорим три. Четыре. И у нас первый самый протяженный. Да? Кстати, хорошая здесь педаль стоит. Здесь менять педаль нужно, да? Три. Четыре. Раз. На той же педали. Да. Не меняем здесь. Да? Протяженный. Это первый такт. Второй. Третий. Я не вижу, что идет к третьему такту здесь. Третий такт, конечно, нужно немножечко погладить, но гораздо меньше, чем первый. Вообще во второй балладе, вот в этом случае, четырех такт такой, что, несомненно, агархически главенствует первый такт. Остальные идут вперед, особенно, конечно, третий и четвертый. Хотя иногда третий. И мне не очень понятно, почему Елена пишет, что квадратное движение идет к третьему такту. В некоторых случаях, может быть, да, зависит от того, какая там мелодическая линия. Но в основном нет. В основном агархически выделен все-таки первый такт. В такой вот средней музыке, среднего темпа, среднеподвижного темпа, когда можно спокойно считать по такту. Поэтому каждый раз нужно смотреть конкретно. Вот в данном случае я не вижу, что здесь третий такт является какой-то такой точкой, куда идет мысль Шопена. Так. Но вообще правильно, что и первый и третий являются агархическими точками, по сравнению с вторым и четвертым. Да? В рамках. То есть протяженность первого такта и чуть меньше, но все-таки наличие протяженности третьего тоже. Так. Вопрос Малины тоже... Нет, Елены Фроловой. Елены Фроловой. О Шопеновском Рубаде. Как его правильно учить? Каковы его правила? Друзья мои. Ну, вообще-то на самом деле единственное правило, которое я смогла про Рубаде, это область свободы. Свободы, вкуса, импровизации. Единственное правило, которое я могу вам сформулировать более-менее отчетливо, это правило метрической апотики. Это то, на что мы можем беречься в тексте. И на какие-то указания, если композит пишет рейтенологика, это тоже указание о гонике, и мы следуем за этим. Но очень много о гонике абсолютно индивидуальны. Понимаете, да? Как учить? Трудно сказать. Чему я могу научить, так это метрической агонике. Остальное я могу только показать. Понимаете, да? То есть... Вальц... Я не очень понял, какой имеется это был вальц Ля-минор, поэтому... У меня здесь... У меня здесь седьмой вальц. Сейчас, секундочку. Ну, неважно. Давайте смотрим седьмой вальц, вспомним его все. Во-первых, я сразу... Видите, как я вступаю? Я не вот так играю. А я сначала бас. Счищающий бас. И когда у меня, естественно... У меня вся гармония попадает. Элегантно. Это уже рубата. Вот это. Причем, кстати, не совпадение баса и правой руки. Это рубата, которая еще идет от барокко, друзья мои. То есть, вот, например, типичный пример баховского рубата. Это вторая часть итальянского концерта. Там, кстати, здесь восьмушками идут. Идет левая рука восьмушками, а пульсируем шестнадцками. И потом вступает тема. Значит, и-и-и-и-и. Вступает правая рука. После, смотрите. Нет, не вот так. Хотя тоже возможно. А вот с таким... С опозданием. Как бы с таким опозданием. Тоже. Не абсолютно вместе с басом. А бас опять чуть-чуть возвращает. И так далее. Это единственная воровка. Где есть принцип постоянства пульсации и большей свободы других голосов. Понимаете? И это использует Шопен в том числе. И не только Шопен. Поэтому... Не бойтесь предвосчищающего баса. Ну, и так, ну, незаметного. Видите, как я делаю? Почти незаметно. А бас на самом деле предшествует. Есть разница между вот этими двумя актами эллигическими голосами. И вдруг вспышки. Немножко разные пары. Протяженная паная. И вдруг поворот. Это тоже все аглопика. Понимаете? Ну, как это можно учить? Кто-то может играть вообще постоянно. Кто-то может играть и один так. Одинаково, да? Брать бога. Тоже возможно. То есть, возможно, разные варианты аглопики. Но за что мы точно должны быть уверены, что у нас есть первый этап. Второй этап. Третий. Четвертый. Идет сюда. Первый, опять. Второй этап. Квадратный. Третий. Четвертый. Идет сюда. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Я считаю так. Для чего? Чтобы показать, что аглопика распределена в квадрате очень tense. И играть с ними, с этим можно по-разному. Лунный свет, у меня есть разбор. Лунного света уже у вас он должен быть. Это тоже Елене Фролову я отвечаю. Она просит. Лунный свет. Я показал грамотно Парнасу, я еще не выложил. ДПС. Когда-нибудь сделаю обязательно. Но вот хороший вопрос у Елены Фроловой. Ваше пожелание, как учить волшебные россыпи пассажа. Например, Ноктюбин, опус 9. Я думаю, что касается второго Ноктюбина, да? У Мимой Мажорного. И Грёзы Любилийович. Друзья, мы покажем. Принцип такой, друзья. Если мы встречаемся с россыпи мелкими, вот смотрите. Вот мелкие видности. Вообще у Шопена написано так. Вот я достал другую редакцию, смотрите. Где редактор решил вместо мелких шестнадцатых выписать тридцать вторые. И даже выписал вон виртуальную тактовую черту. Выписал. И здесь, кстати, последние у него четыре тридцать вторых. В то время как у Шопена. Последние восьмушечки выписаны, да? То есть редакторы, пианисты, я думаю, что это делал Клингвард или Мигури, то есть пианисты, предлагали свой вариант. И что они предлагают, друзья мои? Если мы имеем дело с мелкими длинностями, выписанными пассажами, как бы без метра, мы сами организуем метрическую структуру. Иногда она очевидна. Иногда ее нужно искать, прямо высчитывать, чтобы уложить в какой-то разумный внутренний размер. Для чего? Не для того, чтобы говорить метрическую, а для того, чтобы управлять, в том числе и агогикой. Ну вот смотрите, вот вариант. Вот у нас Наксуб Мемоль Мажор. Вот идет пассаж, который никак метрически не выписан у Шопена. Но мы смотрим, как мы можем его метрически выложить. Вот много разных вариантов. Основный вариант такой, что первая группка затактовая, и потом идут такты по четыре. Вот такт раз, два, три, четыре. Следующий такт раз, два, три, четыре. Еще один такт раз, два, три, четыре. И последний такт раз, два, три, четыре. То есть такты на четыре четверти идут. То есть мы сами ищем. И как это исполнять? Очень хорошо. Считаем. Два, три. И потом четыре. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Понятно, да? То есть для чего это счет? Не для формального счета, а для управления в том числе. Агогикой, потому что нам это позволяет делать загогик. Смотрите. Здесь, 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 здесь свободно. Вот мы с вами уложили это во внутренний, такой виртуальный. У нас сколько получилось тактов? Это на четыре четверти. Раз. Прямо четырех такт. Отлично. Кстати, получилось еще и получился раз, два, три, четырех такт. То есть часто композитор что-то подразумевает метрически в таких пассажах. Но даже если это не очевидно, нужно найти. Таких примеров огромное количество романтизма, где для того, чтобы обладать пассажем, нужно его метризовать. Причем не лучше сделать тонко, ощутить, как это делается. И потом выучить тогда. А потом это будет скрыто. Это уйдет внутрь. Понимаете? Вот я там внутри вот этого гиац играю. А играли свободно. Ну, ощущаем. Да, я могу. В самом деле, я считаю, что это всегда свободно, но я этот четырех такт ощущаю. И дальше. Да. Теперь, что касается «Грезд любви». Это замечательный. Вот он, этот пассаж. Вот он весь пассаж, выписанный мелкими визгностями. Но он замечательно, совершенно замечательно. И это видно, это слышно, потому как устроено. То есть, смотрите, я здесь специально прям выписал для вас. Я думаю, что вот так это сделано. Вот так вот. То есть у нас начинается с ми. Да, вот у нас. Вот. У нас несущие здесь сексты. И давайте играть без других нот. Поиграем секстами. И получается, что у нас триолечка нет. Полиция. Так, из четырех тревог. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, сейчас в коночку. Раз, два, три. Раз, два. Здесь. Ага, сейчас в коночку. А я возьму. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот. То есть, два такта. Получается, мы вместе это читайте, да? А тогда у нас что получается? Добавляем. Да, добавляем. Ну, это. Эта, георька. Эта, георька. Эта. 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 Дальше, амбирь. Дальше продолжается та же самая пульсация. То есть, у нас бам, 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 бин. Дальше, я знаю, что ты делаешь, да? Теретье. Папапапара. Папапапара. Кстати, yes, I love you too. Yes, I love you too. Мерите, как учить? Методом нефематый. I love, I love you too. А, да. Дальше, я. I love you too. 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 Да, I love you too. Да, да. И сюда. I love you too. I love you too. I love you too. Все выписано. Капан, да? I love you too. 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 Да? Здесь тоже еще посмотрите. Здесь, конечно. I love you too. I love you too. Покуссиняем. I love you too. I love you too. I love you too. И так далее, да? Вот про педаль. Вот это лишняя педаль. Абсолютно лишняя педаль. Здесь же она гравела на весь такт педаль. Тогда это звучит. Вот какая здесь предложена, а какая здесь. Никакой секунды боязни. Не надо менять. Когда получается убоитель. Когда получается убоительное звучание. А если мы сыграем спонтан. Мы меняем. Еще здесь. Как меня. Тут явно у редактора секунды боязнь. Нет. Весь такт на одном педале. За счет пятого пальца в правой руке на одной педали. Упоение от этого смещания. Упоение от этой педали. Это будет педаль. Понятно, как работает с пассажем, да? Кстати, есть вариант другой. Можно играть тревольками мелкими литерами. Можно играть так. Раз, два, три, 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 раз, 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 три, раз, три Восьмушки мелкие, на самом деле имеются шестнадцатые. Рам-бам-бам-бим-бим-бим, треолечками, восьмушками. И так далее. Надеюсь, я на вопрос ответил. Но каждый раз, каждый раз просто не бойтесь применять принцип внутренней скрытой метризации. Укладывая. Это старый принцип. Старый принцип работы с этими пассажами. Дальше. Ульяна Акатова спрашивает. На что опираться привыкли динамики штрихов? И что можно еще почитать? Вообще все, Ульяна, все я рассказываю в своих роликах, в своих роликах, на своих мастер-классах по поводу штрихов. Не люблю это слово. Ну окей. Я называю это. У Баха и не только. Я думаю, что доступ к этим роликам вполне можно организовать, никаких проблем. Теперь, что можно почитать? Друзья мои, читайте Брауда. Но это мозги надо подключать. Читать Брауда нужно честно. Теперь вы уже немножечко, когда чуть-чуть прикоснулись к этой проблеме, вы Брауда прочтете с легкостью. Брауда это на самом деле научная работа, научная тракта. Но правда с огромным количеством примеров и очень насыщенно исполнительским ощущением. Поэтому читайте Брауда. И, конечно, мое развитие идей Брауда тоже есть в письменном виде. Все это доступно. В частности, подробная моя работа на примере Гольберг-вариаций. Не пугайтесь. Нам все равно работать с маленькими людьми, с Гольберг-вариациями, с интерьерным варьером. Все-таки есть у меня целый замечательно сделанный качественный скан в интернете, легко доступный. Кстати, легко найдете, если напишите просто в поиске Михаил Аркадьев, Гольберг-вариации. У вас вылезет ссылка. Или поищите на таком немецком, на русскоязычном немецком сайте Imwerden. Пишется Im, потом W, Verden, да, или Imwerden. И там все мои книжки и включаю мою работу с я это называю синтетический уртекст. То, что мы с вами делаем, на самом деле, разметчик, друзья, это работа с синтетическим уртекстом. Мы с вами делаем не редакцию в стандартном смысле, а как бы извлекаем из уртекста некоторые пласты, которые в нем в самом этом уртексте заложены. Поэтому вот нашу как бы с вами работу, вы, конечно, аккуратно пользуетесь этим понятием, да, Киша Манова, обязывающий слишком громко звучит. Я сам еще редко использую это понятие. Но в этой работе в реакциях я назвал свою, условно говоря, редакцию, да, это не совсем редакция, это именно разметка такая многоуровневая, назвал синтетическим уртекстом. То есть, мы понимаем, что мы от уртекста не отрываемся. Работаем карандашом с уртекстом, да, пады крыльем, пады митье. Таким с парижским акцентом я вам специально это говорю. Пады крыльем, пады митье. Вот. И это все абсолютно доступно. И я к вопросам всегда доступен, как это все делать. Вот. Просьба Татьяны Троценко в качестве исключения дать дополнительные дни. Мы это говорим, да, почему бы и нет. Если не получилось присутствовать, конечно. Так, Фрида Немировская уже неоднократно просит у меня пожелания по актомметрическому разбору фантазии экспромта. Давайте немножечко сделаем. Видите, у нас даже больше, чем получается. Полчаса получается. Нормально? Сейчас. Смотрим. Уже приближаемся к концу. Друзья мои, вот фантазия экспромта. Здесь замечательно работает, друзья, чтобы понять, как это устроено. Замечательно работает. Вот. Ну, как это устроено? У нас понятно, что есть это вступление. Кстати, это два такта почти фирматор. Мы можем пульсировать на 1, на 1, на 1, то есть обязательно эти два такта выдержать, пульсируя. А здесь уже внутри вот эти четвертями или уже с самого начала ощущения специально вам играли с медалью. I love you, I love you. и I love youQues, I love you. Лид-дь, 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 лид, лид. Да, лид, лид. Лид, лид, лид. Представляете, какие меня прикосновения... Квазирегато. Регато. Но не тяжелая, а легкая легато. Как еще хорошо учить? Без первой доли. Причем первая доля ощущается как дыхание. Ти-риèle, ка-ти-ри-ма. То есть, с первой доли у нас случается взволновая тихо-ри-бы в руках. И так далее. Нам нужно наладить стабильную, живую, разговаривающую, а на время тихую, давную, легкую, вот такую легкую, смотрите, прием, специфический прием, у меня легкая рука, и вот такие вот пальцы, это уже показывают в классе, друзья мои, да, то есть 1, 2, 3, 4, здесь длинная, кстати, длинная, не боимся длинного додиета, вот здесь метрическая кодика, Посмотрите, это длинный, 2, 3, 4, раз, и потом постепенно, и, вот что вы видите, да, как учим, во-первых, сначала учим отдельно на руке, про левую я уже рассказал, тоже с ферматкой, да, и как еще не учим, сначала по полтакта, Умные ферматки, без опознания, без акцента, потом по такту, да, потом то же самое учим, с детьми, и сами, кстати, в общем, умные ферматки, сначала по шпиртям, потом по половинкам, потом по тактам, I love you, 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 Внимание! Очень важная симфоба, которую большинство пианистов пропускают, я слышал буквально у двух процентов, пианистов, а вот эту симфобу, гениально написанную Шопеном, отмечаем симфобой, здесь вторая у нас звука, да, нельзя пропускать, а если темпи, да, вторая у нас, запомните эту симфобу, вообще не пропускайте никаких симфоб, никаких голосов, здесь очень тонкая симфоба у Шопена, но большинство играет по инерции, просто, и потом дальше, даже отпускают, даже отпускают, как будто, но есть разница между вот этой паузой и вот этой симфобой, поэтому, прямо здесь время, прямо здесь время, вот эту вот какую-то время на это, не потратим, это один, 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 вот, дальше, правую руку как, по полтактора, пауза, потом, I love you, I love you, I love you здесь, пауза, Напоминаю, умная фермата играется без опоздания, без акцента, так как будто пауза на ней, да, но нет паузы, да, вот я ранее сыграл без акцента, без опоздания, и на ней долгая фермата, пауза дальше, на все остальные, да, да, умная фермата, хол так, да, Симпопа, вот она, вот она, симпопа, вот она, и так далее, потом по такту, а потом соединяем, и соединять сначала тоже по четвертям, то есть чуть-чуть предосхищает 16, чуть-чуть соль диез предосхищает соль диез левой, Здесь совпали, отдыхаем, да, опять, опять вторая нотка в правой, и чуть-чуть предосхищает соль диез левой, и все. Как бы левой играет немножко между правой, да, прям буквально, прям между, сначала соль диез левой, потом соль диез левой, вот так, да, Соль диез левой, по четверти, полезно проучить все, по полтакту, потом соль диез левой, потом соль диез левой, потом соль диез левой, вот так, да, Следим за совпадениями, где здесь точно совпадает? Совпадает, конечно, всегда вторая и четвертая доля, к ней все идет, да, Соль диез левой, собственно, совпадает это, полезно поучить, да, учить вот этому совпадению, да, много всяких вариантов, но какой способ убивает сразу всех зайцев? По полтакта, да, причем гладим вторую и четвертую долю, вторую, к ней четвертую, а первую приводим без акцента, погладили вторую, Вот здесь парадоксальным образом мы гладим слабую тоже вторую четвертую, они являются такой поворотом, и интенсивно и, и, а раз спокойно, и, три спокойно, и так далее, да, И так все время, как, как учить вот эти, эти самые акценты? В общем, эти акценты означают прилипание, не акценты, а длинные, когда у нас быстро, в общем, вы, кстати, обратите внимание, какие замечательные администрационные виды, За дорого, за дорого... По четверочку пишешь, что кайратом... Каждый раз здесь прилипаем... In diesem, за дорого, за дорого. И здесь, прям четверцями пишешь... Как причины, как вы笑... Здесь, терматы выделяются... И когда смещение, смотрите, то же самое, прилипаем, друзья мои, прилипаем, сукопчик появляется. Это очень важно. То есть длинная нотка, не удар, а длинная нота. Как учить? I love you, I love you, I love you, I love you. Прилипаем, да? Понятно? И так далее. К сожалению, друзья мои, времени у нас уже не хватает на все. Почти все я вам рассказал. Многое, многое осталось. Многое, многое осталось. Многое, многое осталось.